Вы смотрите краткое содержание пьесы «Дни Турбиных». Ссылка на полную версию книги, а также промокод на бесплатный пробный период указаны в описании к видео. Скачивайте приложение MyBook, чтобы читать и слушать тысячи книг. Киев, зима 1918 года. В квартире беседуют 30-летний полковник артиллерии Алексей Турбин, его юный брат Николко и 24-летняя сестра Елена Тальберг. Младший брат бренчит на гитаре, а Елена волнуется, что долго не появляется ее муж, полковник генштаба Владимир Тальберг. Она переживает, что с ним могло что-то случиться, ведь ходят слухи о приближении армии Петлюры. Издалека слышатся раскаты пушечных выстрелов и внезапно гаснет свет. Но братья утешают Елену, объясняя, что с запада их охраняют немецкие войска, поэтому бояться за Владимира не стоит. Раздается звонок в дверь, и на пороге появляется штабс-капитан Мышлаевский, храбрый 38-летний артиллерист. Он сильно замерз. Его сажают к камину отогреваться и отпаивают водкой. Гость сообщает, что часть крестьян перешла на сторону Петлюры, и ему чудом удалось добраться до города. Старший Турбин принимает его в дивизию под свое командование. Снова слышится дверной звонок. На пороге стоит молодой человек, которого хозяева не сразу узнают. Но вскоре выясняется, что это их двоюродный брат из Житомира Ларион Суржанский, которого все называют Лариосиком. Он объясняет, что приехал в Киев поступать в университет. Юный кузен совершенно не в курсе происходящего в городе. Он очень наивен, любит музицировать и сочиняет стихи. Лариосик рассказывает, как его обокрали по пути, и при нем остались только чемодан и рубашка, в которую он упаковал свои книги. Хоть Турбины и не очень довольны, что он приехал в такое сложное время, кузена решают разместить в библиотеке. Наконец приходит Тальберг. Полковнику явно не нравится присутствие в доме посторонних. Он говорит жене, что город окружен вражескими войсками и пока даже Гетман не в курсе дел. А германцы вот-вот покинут Киев, и Гетман останется без подмоги. Тальберг объясняет, что не может больше рисковать и оставаться в городе, поэтому принимает предложение немцев укрыться за границей. Также он ставит Елену перед фактом, что поедет без нее, причем незамедлительно. Он обещает, что вернется через пару месяцев. Уезжая, Тальберг велит Елене присматривать за домом и поменьше общаться с гетманским адъютантом, поручиком Шервинским. Всем известно, что Леонид Шервинский в нее влюблен и их общение может бросить тень на репутацию Тальбергов. Алексей довольно резко реагирует на известие об отъезде полковника, обвиняет его в побеге и отказывается на прощание пожать ему руку. Оскорбленный Тальберг уходит, а Николка сравнивает его с трусливой крысой. Вскоре на пороге появляется поручик Леонид Шервинский и вручает Елене большой букет цветов. Узнав о внезапном отъезде полковника, он радуется и начинает открыто проявлять к Елене внимание. Ему предлагают остаться на ужин. Также к семейству Турбиных и их гостям присоединяется 29-летний капитан Студзинский. За столом все обсуждают происходящие события, обильно едят и пьют. На следующий день дивизиону, которым командует Алексей, предстоит отправиться на передовую. Студзинский отказывается пить за здоровье Гетмана и утверждает, что вскоре тот лишится власти. Шервинский же уверяет, что Гетман находится под защитой немцев, а значит переживать не о чем. Алексей же считает, что Гетман действует неумно и неумело и жестко критикует его действия. Назревает жаркий спор, но Лариосик разряжает обстановку игрой на рояле и пением. Позже Елена остается наедине с Шервинским и тот объясняется ей в любви. Он умоляет ее уйти от Тальберга. Поручик уверен, что ее муж никогда не приедет. Сначала девушка отчитывает его за нахальство. Но позже она заявляет, что не уважает своего мужа и не питает к нему теплых чувств. Она отвечает на ухаживание поручика и позволяет себя поцеловать. Между тем Гетман Украины узнает, что войска Петлюры пробили фронт, а Шервинский докладывает ему об отъезде полковника Тальберга. Вскоре представители немецкого командования предлагают Гетману побег. Тот соглашается. Его маскируют подраненного германского бойца и выносят из кабинета. Поручик звонит Торбину и сообщает о бегстве их командующего, а затем и сам покидает штаб. Тем временем еще два гетманских полка переходят к Петлюре. А вскоре и Алексей Турбин распускает свой дивизион. Он велит подчиненным снять все знаки отличия, а затем разойтись по домам или бежать. Его пытаются обвинить в предательстве, но скоро все понимают, что предавать уже некого – Гетман бросил свою армию. Студзинский предлагает присоединиться к Белым, что заняли позиции ближе к Ростову-на-Дону, но его не поддерживают. Все понимают, что Белому движению в их городе настал конец. Слышатся пушечные выстрелы, Турбин-старший отправляет Мышлаевского присматривать за Еленой, а Николко, вопреки приказам и уговорам, остается с братом. Алексей поспешно уничтожает списки юнкеров, чтобы эти бумаги не попали в руки противнику. Приближается конница Петлюры. Раздаются взрывы, начинается стрельба. В Алексея попадают осколки снаряда, и он погибает. Николко пытается увернуться от выстрелов. На следующий день Елена узнает, что Киев взят войсками Петлюры, ее младший брат серьезно ранен, а старший убит. Проходит несколько недель. В Крещенский сочельник Елена с Шервинским объявляют о своем романе и намерении пожениться. Все их поздравляют, но известие об этом сильно огорчает Лариосика, который оказывается давно влюблен в свою кузину. Также становится известно, что красные разбили войска Петлюры. Собравшиеся обсуждают, какую власть стоит поддержать. Студзинский склоняется к тому, чтобы покинуть город вслед за обозами Петлюры, а далее попытаться вновь примкнуть к белым. Мышлаевский, напротив, готов принять власть большевиков. А Николке, который передвигается на костылях, нужно еще оправиться после ранения. Николке дают гитару и все, кроме Студзинского, поют песню в поддержку Совета народных комиссаров. В разгар вечера в доме появляется Тальберг в гражданской одежде. Он говорит Елене, что хочет увезти ее с собой в Германию. Однако она сообщает ему о намерении развестись. Он пытается закатить скандал, но его выгоняют. Уходя, он соглашается на развод. Собравшиеся продолжают отмечать праздник возле елки. Вдалеке слышатся выстрелы, но это звуки не боя, а салюта. Под окнами звучат аккорды гимна в честь победившей Красной Армии. Все собравшиеся понимают, что в жизни их страны начинается новая эпоха. Читайте и слушайте книгу «Дни Турбиных» в MyBook по промокоду в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok